Итак, сегодня у нас последняя лекция в курсе, впереди экзамен. Значит, мы будем обсуждать новую тему, связанную с Unsupervised Learning. Тема под... здесь можно под разными углами на это смотреть, но давайте я скажу, что это снижение размерности матричное разложение. Я напомню, что у нас, помимо задачи Supervised Learning, в которых есть какие-то данные, которые нам нужно предсказывать, какие-то данные, на основе которых мы делаем предсказания. И когда нам заранее дана какая-то обучающая выборка с правильными ответами. Помимо этого, существует задача Unsupervised Learning, где вроде как непонятно, какие правильные ответы. Просто есть какие-то данные, и в них нужно найти какую-то структуру, как-то их, в неком смысле, упростить. Ну, вот одну из задач Unsupervised Learning мы обсуждали в прошлый раз, задача кластеризации. Там мы каждому объекту в наших данных присваивали просто метку кластеров, в которых этот объект попал. И это такое довольно радикальное снижение количества информации, которые в данных есть. Из каких-то многомерных векторов мы делаем просто элементы какого-то дискретного пространства. Сейчас мы поговорим про другую, связанную с этим задачу, задачу снижения размерности. Как она формулируется? Допустим, что у нас есть некоторый набор данных, и у нас есть куча признаков. Значит, вот у нас есть какая-нибудь матрица объект-признак. Значит, по строчкам у нас записаны объекты. По столбцам записаны признаки. В общем, все как обычно. И допустим, что признаков очень много. Это означает, что наши объекты живут в очень многомерном пространстве. Мы бы хотели бы снизить каким-то образом размерность пространства признаков так, чтобы потерять как можно меньше информации. Почему это может быть полезно? Например, потому что многие алгоритмы начинают хуже работать во многомерных пространствах. Или, например, потому что мы хотим визуализировать наши данные каким-то образом. И визуализировать двумерные данные очень просто. Можно нарисовать скат-аплот. Визуализировать трехмерные данные еще куда ни шло. Можно нарисовать скат-аплот в 3D. Такую крутящуюся штуку, облакоточек в 3D. Визуализировать хоть как-то более многомерные данные невозможно. Естественная задача — это как-то спроектировать наши многомерные данные на что-то маломерное. И таким образом после этого, после проектирования, можно нарисовать картинку и что-то про эти данные понять. Ну и во всяких других задачках, задача снижения разномерности встречается. Но давайте посмотрим, как ее можно было бы формализовать. Значит, задача, которая приводит к методу главных компонентов. Давайте я условно напишу задачу PCI. Она формулируется так. Допустим, у нас есть многомерное пространство. n-мерное пространство. Значит, это у нас x1, x2 и так далее, xd. Здесь у меня иксы — это каждый из вот этих вот иксов. Это сейчас один признак, одна переменная. У меня будет вот так. Это x1, это x2 и так далее, это xd. И в этом d-мерном пространстве у меня есть точечки, у меня есть n точечек, которые соответствуют моим данным. Давайте их другим цветом нарисуем. Дальше. Значит, вот, в принципе, эти точки располагаются в каком-то d-мерном пространстве. Но я верю в то, что на самом деле, как бы эффективно параметров моей системы, эффективно измерений, которые у меня есть, меньше, чем d. Иными словами, я считаю, что вот эти мои признаки, они вообще, говоря, как-то линейно зависимы. То есть я считаю, что есть какие-нибудь, например, меньшее количество признаков, k-признаков. Так что все вот эти наши можно через них выразить. Что это означает геометрически? Это означает, что у меня есть некоторое камерное подпространство, такое, что все вот эти наши точечки живут на этом камерном подпространстве. Ну, если бы это было так, то это было бы хорошо. Ну, понятно, что на самом деле они живут, наверное, не совсем в этом камерном подпространстве, а где-то близко. Значит, я хочу найти такое подпространство. Значит, камерное подпространство. К-меньше d. Такое, что это подпространство как можно ближе к моим точкам, так что точки почти лежат на нем. Ну, что это означает? Это означает, что я хочу каждую из этих точек спроектировать на это подпространство и просто найти расстояние, ну, так как обычно находится расстояние от точки до какого-то подпространства. Просто длина ортогональной проекции. Точнее, длина проекции на ортогональное дополнение. расстояние от точки до ее ортогональной проекции. Значит, вот эти вот длины я хочу минимизировать. Ну, как обычно бывает, я хочу минимизировать не сами длинные, поскольку длин много, одну минимизирую, другую придется максимизировать. Я хочу минимизировать сумму квадратов вот этих самых расстояний. Значит, хотим найти камерную подпространство такое, что сумма квадратов расстояний давайте как-нибудь это подпространство назову L сумма квадратов расстояний от каждого из моих объектов. Значит, мне нужно как-то объекты называть. Я сейчас вот это обозначение зарезервировал для признаков. Давайте я объекты буду обозначать так. Пусть у меня здесь будет х, точечка, а дальше будет буква какая-то и. Значит, у меня будет сумма по и от 1 до n. Пусть у меня здесь n объектов. расстояние от расстояние от х и этого до... Так, нехорошо, что я использую d в значении расстояния. Давайте я буду писать dist. Более того, dist в квадрате. Значит, расстояние от и этого объекта до моего подпространства L. Сумму квадратов я хочу минимизировать. Вот такая задачка. Значит, как эту задачку можно решать? Давайте я попробую переформулировать эту точку немножко по-другому. Вот смотрите, у меня есть... Давайте я начну просто с двумерного примера. Пусть у меня есть какие-то точечки в двумерном пространстве. И я хочу минимизировать сумму квадратов расстояния до какой-то прямой. Ну, давайте считать, что у меня вся картинка центрирована для простоты. То есть я начало координат переместил просто таким образом, что у меня средняя по каждой из переменных просто нулевая. И я хочу найти некоторую прямую. Такую, что сумма квадратов вот таких расстояний была бы как можно меньше. Как это можно сделать? Давайте сделаем такую штуку. Давайте перейдем в новую систему координат, в которой решите, что дальше будет проще. А именно, давайте посмотрим на такую матрицу. матрица х-транспонированной х. Что это за матрица такая? квадратная. Это правда. Потому что она квадратная, в этом нет никаких сомнений. Можно даже больше того сказать. Она не просто квадратная. Она симметричная. Значит, ну вот, смотрите. Вот у меня есть х, это моя матрица, объект-признак. Вот такая штука. Давайте считать, что значит, пусть для простоты все столбцы матрицы х имеют нулевое среднее. Значит, я этого всегда могу добиться просто выбором системы координат. Я просто сдвину точку отсчета по каждой оси в соответствующую среднюю. И все. Значит, это никак не ограничивает общность. Тогда, что написано вот в этой матрице? Что это за матрица такая? Значит, у меня в этой матрице я умножаю значит, вот у меня есть какие-то признаки, которые сейчас положены горизонтально в матрице х транспонированное. И я их скалярно умножаю на какие-то признаки, которые вот так положены вертикально в матрице х. Значит, это матрица х, это матрица х транспонированная. Значит, что получается в произведении? Я бы сказал так, с теоретикой вероятностной точки зрения. Ну, или со статистической. не помните? Ковариация, да. Значит, ну, на самом деле получается матрица, которая с точки зрения до умножения на константу, значит, на n, видимо, или на n-1 является просто матрицей ковариации между признаками. Значит, давайте я вот так условно напишу. Имеется в виду, что это матрица ковариации. Выборочная ковариация. Ну, потому что что такое ковариация? Это когда вы умножаете значит, каждый элемент, ну, допустим, каждый элемент отсюда на элементы отсюда, и там делите эту сумму на n-1 или на n. В зависимости от того, какая там ковариация написана. Вот. Ну, соответственно, видно, что это ровно она. Дальше. Какая идея? Идея состоит в том, что нам нужно выбрать такое расстояние, чтобы чтобы как бы чтобы дисперсия наших точек вдоль этого расстояния, ну, вот на двумерной картинке, нам нужно выбрать такое направление, чтобы дисперсия наших точек вдоль этого направления была бы максимальная, а дисперсия наших точек перпендикулярно этому направлению была бы минимальная. Ну, потому что дисперсия в направлении вот в этом перпендикулярном, это как раз величина, которая пропорциональна сумме квадратов вот этих вот расстояний. Значит, как это сделать? Ну вот, более-менее понятно, что мы хотим выбрать такое направление, вдоль которого вот этот эллипсоид как бы наиболее вытянут. Но формально это делается так. Давайте посмотрим на матрицу х-транспонированной х. Значит, это квадратовая матрица, в частности, из этого следует, что х-транспонированная х симметричная вещественная матрица да к тому же еще и положительно определенная. Ну, по крайней мере, не отрицательно определенная. Давайте так напишу. Понятно ли, почему она не отрицательно определенная? Ну, в принципе, это матрица грамма. Она не обычно не отрицательно определенная. Потому что, если я возьму любой вектор у и сделаю вот такую штуку, то это все равно, что взять вектор ху и умножить его скалярно на себя. Эта штука должна быть обязательно не отрицательной. Значит, это симметричная вещественная не отрицательно определенная матрица. Что вы знаете про такие матрицы? Ну, что вы знаете про вещественные симметричные матрицы? Какие вы их свойства знаете? Вы никаких не знаете? Да, к диагонализируемому виду приводится. Значит, у матрицы х-транспонированной х все вещественные значения значит, простите, все собственные значения вещественны и существует ортонормированный собственный базис. Более того, они не просто вещественны, но в силу положительной определенности они еще не отрицательны. Это факт из линейной алгебры. Называется спектральная теорема. Симметричная вещественная матрица приводится к диагональному виду с помощью ортогонального преобразования. Существует ортонормированный собственный базис. это означает, что собственно говоря, это утверждение, которое эквивалентно тому, что квадратичная или симметричная билинейная форма приводится к главным осям ортогонального преобразования в таком стиле. Давайте это сделаем. Давайте скажем, что у нас существует некоторая ортогональная матрица C такая, что если я подействую этой матрицей вот так, то получится диагональная матрица. Давайте я обозначу эту диагональную матрицу в качестве давайте ее обозначу через сигма квадрат. Почему квадрат? Сейчас будет понятно. Значит, сигма это диагональная матрица, у которого на диагонали стоят квадратные корни из собственных значений. lambda 1 и так далее. И давайте я для определенности еще упорядочу эти собственные значения. Значит, у меня lambda 1 и так далее, lambda n собственные значения матрицы х транспонированной х. И давайте я их упорядочу вот так. Значит, поскольку собственные значения неотрицательные, из них можно извлекать корни. Значит, чего дальше можно сказать на эту тему? Ну, смотрите, что это означает? Это означает, что мы можем сделать такую замену в пространстве признаков. Значит, что означает, что я от матрицы х перехожу к матрице х с. Это означает, что я просто умножаю, я просто беру столбцы матрицы х и рассматриваю их какие-то линейные комбинации и создаю таким образом новые столбцы. То есть, фактически, вот это умножение, это просто замена переменных в пространстве признаков. От одного набора признаков я перехожу к другому набору признаков. Новый набор признаков связан со старым линейным преобразованием. Как может выглядеть картинка вот в этом новом пространстве? Если я теперь рассмотрю y, это мои новые признаки, они получены вот так, как xc. Из формулы выше видно, что y это такая матрица, которая сама является, у нее столбцы все ортогональны. Она не ортогональна, в том смысле, что она не, значит, что у нее, если ее умножим на транспонирование, то получается не единичная, она получается по крайней мере диагональна. Это означает, что я сделал такую штуку, смотрите. Значит, я перешел в новую систему координат, и в этой новой системе координат у меня картинка устроена вот так. значит, вот это у меня y1, а вот это у меня будет какой-то yd. В данном случае d равняется 2. Значит, почему я нарисовал эту картину таким образом? Ну, потому что у меня исходные векторы в x вот здесь, они могли быть как-то скоррелированы. Когда x1 растет, x2 тоже растет. Когда я перешел в новый базис, у меня мои векторы стали не скоррелированными. И поэтому вот этот эллипсоид, вдоль которого они располагаются, он теперь лежит на боку. Он вытянутый, но он вытянутый не как-то по диагонали, а просто его оси это оси координат. Ну, давайте теперь вот в этих новых координатах решим нашу задачу. Вопрос. Какая здесь теперь будет, ну, давай читать, что у меня размерность 2, а я хочу снизить эту размерность до 1. Какая будет, как бы выбрать так направление, какую бы прямую провести, так, чтобы размерность снизилась самым лучшим образом, то есть так, чтобы потереть как можно меньше информации, то есть так, чтобы, вот я сейчас выбираю такую прямую, так, чтобы сумма квадратов вот таких вот расстояний была бы как важно меньше. Как мне эту прямую найти? кажется, там нужно в этой диагональной матрице выбрать наши k наибольших по модурию. смотрите, значит, геометрически более-менее понятно, что если у нас есть эллипс вот такой, то для того, чтобы выбрать то направление, так, чтобы ортогональные проекции на него, так, чтобы проекции на ортогональные дополнения были бы как можно меньше, то мне нужно просто выбрать самую длинную ось этого эллипса. Вот. Ну и, собственно говоря, более-менее понятно, почему это так. Ну, потому что давайте смотреть, значит, чего у меня здесь происходит. Фактически я хочу сделать такую штуку. Ну, смотрите, я могу решать одну из двух задач, либо я могу решать задачу, ну, окей, давайте пусть у меня все происходит в двумерном пространстве для простоты, я буду решать действительно задачу найти такое направление, что проекции на это направление как можно меньше. Видно, что, как посчитать, как посчитать сумму квадратов, сумму квадратов проекции на какое-то направление. Ну, давайте просто я возьму, значит, возьму какое-нибудь направление. минимизирующую сумму квадратов давайте я напишу, пусть мы считаем направление. Значит, минимизирующую сумму квадратов отклонений. Или не отклонений, значит, минимизирующую сумму квадратов проекции. Значит, вот у меня есть, значит, пусть у меня U какой-то единичный вектор. Значит, тогда U это значит, U у меня лежит в RD, тогда что такое U это я просто каждую точку проектирую на этот самый вектор U. Значит, вот у меня есть вектор U, дальше я беру и все мои векторы, которые у меня есть, я ортогонально проектирую на этот самый вектор U. Значит, вот эта штука, эта штука, которая составлена из длин, ну не длин, а просто координат проекций на вектор U ортогональных. Здесь у меня будет первый объект, значит, у меня будет второй объект и так далее. вот такая штука, это просто как раз длина моих проекций. потому что вектор U единичный, значит, для того, чтобы найти длину проекции на вектор U, мне нужно посчитать скалярное произведение какого-то вектора с этим самым вектором U, значит, я беру строчки матрицы Y, считаю их скалярное произведение с этим самым вектором U. Понятно, что здесь написано? Понятно, что происходит? Понятно, Скажите что-нибудь. Лучше себе вопрос какой-нибудь задайте. Все пока понятно. Так, ну хорошо. Теперь смотрите, значит, я хочу вот эту штуку, например, максимизировать. Это означает, что я просто хочу сделать такую вещь. Значит, я хочу максимизировать сумму квадратов вот этих, значит, вот такого вектора длинненького. Значит, это означает, что я просто хочу сделать такую штуку. Взять Y, U, здесь взять Y транспонированную, U транспонированную. Значит, и вот эту штуку я хочу максимизировать. или, допустим, минимизировать. Но если вот эта штука – это диагональная матрица, то фактически что у меня происходит? У меня просто возникает такая задачка. У меня есть... Значит, у меня есть просто такая квадратичная форма, которая устроена очень просто. Значит, вот эта штука – это есть просто сумма уитых в квадрате на лямбда итых в квадрате. Дальше понятно, что эта штука оптимизируется тогда, когда вы... Значит, в данном случае я хочу ее минимизировать. Значит, понятно, что эта штука минимизируется тогда, когда у вас... Значит, я хочу эту штуку минимизировать при условии, что при условии, что лямбда итых в квадрате равняется единице. Ну и дальше простой анализ. Там можно написать метод множества Лагранжа, из которого будет явно следовать, что нам нужно просто взять то самое собственное значение, у которого здесь будет, значит, минимальное собственное значение. И вот это минимальное собственное значение и будет соответствовать решению этой задачи. Значит, вектор U, который является собственным вектором с минимальным собственным значением. Спасибо. То есть, смотрите, что получается. Получается, что нас на самом деле интересуют, вот в этой всей истории, нас интересуют собственные векторы вот этой матрицы X, транспонированной X. Ну вот для двумерного случая понятно, что мне нужно в качестве оптимума взять в качестве того пространства, на которое я хочу сохранить, на которое я хочу все проектировать. Нужно взять вот это подпространство с максимальным собственным значением, потому что ортогонально ему будет как раз пространство, для которого дисперсия, наоборот, минимальна. Вот. В общем случае будет все то же самое. Значит, что происходит в общем случае? В общем случае я должен взять вот у этой матрицы, должен взять, допустим, если мне нужно построить к-мерное подпространство, которое лучше всего аппроксимирует мои точки, то мне нужно взять просто первые к собственных значений, соответствующие первые к собственных векторов этой матрицы, и натянуть на них подпространство. Именно они будут решать мою задачу. Значит, возьмем k собственных векторов, матрицы x-транспонированные x, их линейная оболочка, значит, к собственных векторов, соответствующих наибольшим собственным значениям. Их линейная оболочка, искомое подпространство. Ну, в принципе, это достаточно естественный факт, потому что, ну, что такое вот эта матрица x-транспонированный x? Это квалиционная матрица. Значит, если я рассматриваю умножение этой квалиционной матрицы справа и слева на какой-то единичный вектор, это означает, что я рассматриваю дисперсию вдоль этого направления. Естественно, что если я хочу дисперсию, значит, на мое подпространство максимизировать, а на ортогональное пространство, наоборот, минимизировать, то это означает, что мне нужно выбрать именно те векторы, которые, значит, подпространство, которое натянуты на собственные векторы с максимальными собственными значениями. в качестве того подпространства, вдоль которого будет как можно больше этой самой дисперсии, как можно больше отклонений. А в ортогональном подпространстве, наоборот, будет как можно меньше отклонений. Вот. И, собственно говоря, вот этот, значит, этот метод и называется методом главных компонентов. Он же principal component analysis с PCA. Вот. Давайте я теперь докажу еще одну штуку. Докажу теорему про СВД-разложение. Значит, вообще всякие разные матричные разложения, представление матрицы в виде произведения каких-то других матриц, штука, которая регулярно используется там всюду в численном анализе, и в машинном обучении тоже в разных местах возникает, естественным образом. Значит, вот СВД-разложение это одно из таких разложений, которые очень часто возникают. Давайте давайте посмотрим, что у нас получилось. Значит, вот я продолжаю историю про вот это представление. Значит, давайте я просто это повторю. Вот у меня здесь есть С транспонированное, Х транспонированное, Х, С равняется Сигма квадрат. Давайте я теперь сделаю такую штуку. Ну вот смотрите, вот что я сейчас сделал. Я сейчас сказал, что мои значит, вот мои точечки, мои данные, значит, вот у меня сейчас есть мой исходный базис Х1 и так далее, ХД. Есть новый базис, который как раз состоит из этих самых главных компонентов. Значит, вот у меня есть некоторые новые направления. Давайте нарисую это. Вот. Значит, вот у меня есть новые направления. Значит, вот эта штука пусть называется Y1, а вот эта штука пусть называется Y2. Значит, это, собственно говоря, мои векторы, которые... Те стрелочки, которые я нарисовал, это собственный вектор матрицы X транспонированный X. И они же записаны как раз по столбцам матрицы C. Теперь я хочу сделать следующее. Теперь я хочу вот из... значит, от вот этого базиса как бы вернуться к исходному базису. То есть я хочу восстановить матрицу X по ее... по ее представлению в этом новом базисе. Значит, что я могу сказать? Я могу просто сказать, что X... значит, тут у меня есть... у меня есть Y, который есть XC. Могу написать наоборот. Могу сказать, что X это есть Y. И дальше я этот Y на самом деле могу умножить на просто C транспонированный. Или C минус 1. Значит, пока просто ничего не произошло. Умножил на C минус 1. Это равенство. Дальше. Давайте теперь посмотрим на... Давайте теперь посмотрим на матрицу... Давайте так напишу, что это есть XC на C транспонированный. Давайте посмотрим на вот эту матрицу XC, даже матрица Y. Значит, вот эта матрица обладает таким свойством. ее столбцы ортогональны. Ну, собственно говоря, это ровно то, что написано вот здесь. Значит, разные столбцы ортогональны. Столбец произведения столбца сам на себя дает диагональный элемент вот этой матрицы, а разные столбцы ортогональны. Но давайте мы сделаем из этой матрицы сделаем ортонормированную матрицу. Ну, то есть ортогональную матрицу в том смысле, что все столбцы еще дополнительно все столбцы еще дополнительно нормируют. Как это сделать? Ну, давайте рассмотрим такую матрицу. Значит, рассмотрим матрицу допустим, она называется U, которая есть XC. А тут я хочу сделать Сигму в минус первую взять. Значит, вот эта Сигма в минус первой она выглядит как какая-то страшно обратная матрица, но на самом деле это очень простая матрица. Это матрица, у которой по диагонали стоят просто вот такие штуки. я утверждаю, что матрица U является ортогональной матрицей. Ну, почему это так? Ну, давайте просто умножим матрицу U на транспонированную матрицу U. Значит, это что получается? Вот. Сигма диагональная матрица раздиагональная значит симметричная. Сигма в минус первой тоже симметричная. Значит, здесь никакого транспонирования не происходит. Вот здесь остается матрица Сигма в квадрате. Но понятно, что если я эту Сигму в квадрате, которая диагональная, домножу два раза сигмы в минус первой, это получится в точности единичной. То есть как бы в чем идея? Я просто взял вот эту матрицу XC, которая есть моя преобразованная матрица X, значит, и перемасштабировал ее столбцы таким образом, чтобы все столбцы были бы по длине по норме единичной. после этого, после такого перемасштабирования у меня эта матрица превратилась в ортогональную. Ну, собственно говоря, эта ортогональная матрица вот здесь и написана. Теперь смотрите, чего получается. Получается такая штука. Я, конечно, сказал, что эта матрица у ортогональная, но это, это, конечно, некоторая вольность. вопрос, какая форма матрицы U? Ортогональная матрица, ортогональная матрица это обязательно квадратная матрица. Значит, какая форма матрицы U? Сколько у нее строчек, сколько у нее столбцов? У меня матрица U. Когда пишем какие-то выражения с матрицей, можешь полезно понимать, какая у каких матриц размерность, иначе легко быстро запутаться. Значит, U матрица U. какая размерность, сколько у нее строчек, сколько столбцов. Я напомню, что у нас у матрицы X было, значит, у нас матрица X устроена так, у нее D столбцов и N строчек. Что можно сказать про матрицу U? Это простая вопроса. На него все должны ответить. Матрица C квадратная. Матрица C это просто матрица перехода к другому базису. Она квадратная. Кстати, какого размера матрица C? C это матрица D на D. Правильно. матрица Сигма в минус первой. Это, кстати, хороший вопрос. Как мы так сейчас умножаем все это дело на матрицу Сигма в минус первой? Потому что на самом деле здесь не совсем матрица Сигма в минус первой, а здесь я от этой самой матрицы Сигма взял первое. На самом деле у матрицы X транспонированной X ранг не больше D. Поэтому на самом деле среди собственных значений только D первых собственных значений будут не нулевые. Поэтому вот здесь на самом деле нужно было бы написать D. Давайте я здесь тоже напишу D в знак того, что это матрица D-мерная. Таким образом у N размерность тоже N на D N строчек D столбцов. Таким образом U это, конечно, матрица, которая обладает вот таким свойством, что если я умножу на транспонированную, то получается единичная. Но не совсем, потому что U не является квадратной матрицей. Более того, я не совсем правду здесь написал по поводу по поводу вот этой матрицы sigma D в минус первой. На самом деле здесь, конечно, будет D только в том случае, если все мои столбцы линейно независимы. Тогда ранг матрицы X транспонированный X будет как раз равен D, и здесь будут определены все эти значения. Но давайте пока считать, пусть ранг матрицы X равен D. Вся столбцы линейно независимы. Тогда я на самом деле могу сделать вот какую вещь. Давайте я пока запишу то, что у меня получилось. Давайте я эту матрицу не буду называть матрицей U, пока ее назову U с какой-нибудь волной, потому что это пока не окончательная матрица U. Давайте смотреть, что получилось. Пока что получилась такая штука. Мы представили X в виде значит у нас есть матрица U с волной, значит матрица U с волной, дальше у нас есть матрица σD, а потом есть матрица C транспонирования. вот такая штука получилась. Я хочу сделать теперь следующую вещь. Смотрите, давайте я дополню столбцы матрицы U с волной до ортонормированного базиса. значит у меня сейчас столбцы матрицы U с волной все нормированные и друг другу ортогональны, имею право дополнить их до ортонормированного базиса. Значит получим матрицу U. Уже теперь честная ортогональная матрица. честная квадратная ортогональная матрица. Размеры n на n. Дальше дополним. Значит у нас здесь вот у нас вот тут есть матрица sigma d. Она диагональная. Значит у нее здесь корень из lambda 1 и так далее. Корень из lambda d. Давайте я эту матрицу дополню значит чтобы иметь возможность ее умножать на вот эту матрицу мне ее нужно дополнить нулями вот тут. Из этой матрицы я делаю новую матрицу которая устроена так. Здесь как были так и остаются какие-то ненулевые элементы. Здесь нули здесь нули и вот здесь тоже нули. Значит у нее теперь размерности такие здесь n здесь d. значит на разложение это никак не повлияет. Я добавил в матрицу u какие-то какие-то столбцы но все эти столбцы будут умножаться на вот эти нули и поэтому никак не повлияют на вот эту матрицу x. новые столбцы u никак не повлияют u u u u u значит мы получили теперь такое разложение матрицы x x равняется u здесь некоторая матрица sigma которая устроена ну вот так вот как здесь нарисована ну давайте я как-нибудь все-таки обозначу пусть это будет sigma штрих потому что sigma у нас обозначало другую матрицу пусть вот эта штука называется sigma штрих и здесь матрица c транспонированная вот собственно говоря вот эта штука и называется svd разложение значит смотрите что здесь такое написано вот эта матрица ортогональная вот эта матрица тоже ортогональная вот эта матрица устроена вот так значит у нее есть какие-то ненулевые значения на диагонали все остальное здесь диагональ вот значит вот эта штука называется svd разложение singular value decomposition собственное значение матрицы x транспонированная x называется сингулярными значениями матрицы x вот значит геометрически что это означает это означает что вот у вас был какой-то давайте я сделаю геометрическую иллюстрацию в размерности 2 значит что здесь происходит вот у меня есть какой-то какой-то линейный оператор заданной матрицы x я этот линейный оператор представляю в таком виде значит вот был линейный оператор который у меня здесь какие-то векторы переводил в какие-то новые векторы значит давайте так напишу значит что делает что дает мне свд-разложение оно говорит что этот оператор представляется в виде композиции из трех операторов сначала я базис как-нибудь поворачиваю потом я делаю сжатие растяжения вдоль осей значит для того чтобы показать сжатие растяжения мне проще всего нарисовать какой-нибудь кружочек и смотреть как он будет меняться значит вот у меня есть какой-то кружочек я его сначала повернул базис кружочек сохранился потом я растянул как-то этот кружочек он стал эллипсом а потом я сделал еще один поворот и теперь повернул этот эллипс так чтобы он был вот таким значит оказывается что любой линейный оператор представляется в виде вот такой композиции ортогональное преобразование то есть поворот растяжение сжатия вдоль осей и снова поворот вот это singular value decomposition SVD значит как можно думать про этот самый SVD про SVD можно думать так вот смотрите значит собственно говоря если вернуться к тому как мы его построили то вот эта матрица она задает нам как раз тот новый базис который возникает при использовании метода главных компонентов вот эта матрица это координаты нашего как бы наши данные но только записанные в этом самом новом базисе вот ну и собственно говоря эта формула просто восстанавливает нам нашу исходную матрицу из координат как бы из новых признаков которые записаны в новом базисе и я восстанавливаю исходные координаты умножаю на обратную матрицу к матрице переход вот чем хорошо SVD разложение SVD разложение хорошо тем что из него можно делать так называемое низкоранговое матричное разложение давайте я сформулирую эту задачу значит допустим у меня есть некоторые матрицы X я хочу представить эту матрицу X в виде значит я хочу сделать так чтобы у этой матрицы X был бы поменьше равных ну понятно что я не могу это сделать не модифицировав X но я хочу найти значит найти такую матрицу R такую что ранг матрицы R какой-то фиксированный пусть у меня ранг матрицы X будет D значит я хочу найти такую матрицу R R с фиксированным рангом что норма X минус R как можно меньше значит матрицу нужно рассматривать разные ну давайте будем рассматривать фрабениусовскую норму значит для матрицы A ее фрабениусовская норма это просто сумма всех элементов сумма квадратов всех элементов этой матрицы сейчас мы поговорим немножко про рекомендательные системы и всякие такие штуки и станет может быть чуть более понятно почему вот такая задача задача про нахождение и низкоранговых разложений для матриц может быть актуально но пока что я просто скажу что если у меня матрица если я применил SVD-разложение к матрице X то найти для нее низкоранговое разложение очень просто я просто беру значит пусть у меня X равняется там O Sigma ну давайте я напишу V транспонированное обычно в SVD-разложении вот эти матрицы обозначают U и V значит вот у меня есть U и V и значит U и V ортогональной матрицы тогда как 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 устроить низкоранговое разложение этой матрицы ну ответ такой я должен вместо вот этой матрицы Sigma взять такую же матрицу только оставить в ней R самых больших собственных значений значит матрица R это на самом деле U Sigma R V транспонированная значит где Sigma R это такая штука значит это матрица которая устроена так значит корень из здесь будет корень из LnDR ну а дальше все остальное нули нужной размерности вот на самом деле если внимательно приглядеться то можно заметить что решение вот этой задачи про низкоранговое разложение это в точности то же самое что решение задачи про метр главных компонентов потому что что означает что матрица R имеет низкий ранг это означает что существуют какие-то векторы существуют какие-то R значит векторов такие что все строчки матрицы R являются линейной комбинацией этих R-векторов но это означает что если я хочу минимизировать вот такую штуку это означает что я хочу выбрать такие векторы значит выбрать такие такие образующие векторы в пространстве в моем объемничном пространстве что вот расстояние от моих исходных точек которые записаны в строчках вот этой матрицы до тех точек которые получаются при проектировании на эту плоскость были бы как можно меньше и это в точности ровно вот эта задача вот ну давайте значит для фрабенюсовской нормы задача про нахождение низкорангового разложения решается вот ровно таким образом делайте свд разложение потом выкидываете сколько-то собственных значений с этой матрицы сигма вот давайте я приведу пример по поводу низкоранговых разложений откуда они могут браться в задачах машинного обучения значит давайте поговорим немножко про рекомендательные системы значит что такое рекомендательная система но у вас есть представьте себе что вы условный Netflix у вас есть куча фильмов а еще есть куча пользователей и вам очень хочется чтобы пользователи смотрели те фильмы которые им понравятся значит вы как-то хотите научиться рекомендовать пользователям те фильмы которые им понравятся от этого зависит ваш успех ну и какая идея у нас есть такая матрица X значит в этом случае матрица X это не совсем матрица объект признак а это матрица которая называется item user значит что это за матрица это такая матрица у которой на ижитом месте находится оценка которую пользователь i нет пользователь j поставил объект to i то есть у нас теперь по строчкам идут по строчкам идут объекты items по столбцам идут users вот ну понятно что если я уже прям знаю эту матрицу то в общем дальше я могу просто взять для конкретного пользователя взять максимум в соответствующей строчке и вычислить что получается на практике естественно не знаю всю эту матрицу на практике я про какие-то объекты знаю про какие-то объекты про каких-то пользователей я знаю соответствующую оценку и в принципе задача состоит в том чтобы как-то эту матрицу достроить как-то найти предсказания для предсказания для соответствующих оценок но как эти предсказания могут быть устроены значит идея такая что мы хотим вложить объекты и вложить пользователей в некоторое векторное пространство то есть мы хотим поставить соответствие каждому пользователю и каждому объекту поставить соответствие векторы причем в одном и том же векторном пространстве и считать что их считать что их скалерное произведение как раз задает нам степень похожести между этими сущностями и чем более они похожи тем больше подходит данный допустим фильм данному пользователю или наоборот данный пользователь данному фильм значит что здесь что это означает это означает что я хочу сказать что моя матрица x значит пусть каждому пользователю соответствует какой-то вектор допустим вожитая по каждому каждому объекту вектор уитый значит я хочу представить матрицу x в таком виде значит давайте я напишу такую матрицу v что такое матрица v это матрица в которой будет хорошо давайте сначала зафиксирую разложение пусть x равняется u v транспонирования значит это не те u и v которые были раньше но похожи значит давайте теперь у меня матрица u значит в матрице u по строчкам записаны пользователи она устроена так u это есть u1 u2 и так далее u n сейчас пользователей у нас d u2 давайте давайте я все-таки по-другому эту штуку напишу пусть у меня сейчас я хочу чтобы у меня согласованы были строчки столбцы значит если у меня здесь user записан по строке пусть он у меня здесь будет записан по строке тогда это означает что все кажется может быть и правильно было значит u а нет это у меня айтемы давайте пусть это у меня будет матрица v на самом деле матрица v у нее по строчкам записаны v 1 и так далее vn вот так вот а в матрице u наоборот по столбцам а ладно я ее сейчас все равно транспланирую значит пусть тоже по строчкам записаны пусть тоже по строчкам записаны v пешки наоборот записаны ушки u1 и так далее u n значит я хочу чтобы у меня айтемы были записаны по строчкам значит мне нужно здесь написать v u транспланированное вот так да теперь вроде все сходится значит смотрите у меня и вэшки и ушки это элементы одного и того же векторного пространства значит у меня и v житая и у итая они все лежат в каком-то маломерном пространстве rk значит если я такую штуку делаю ну понятно что здесь не будет точного равенства здесь будет некоторое приближенное равенство значит если я такую штуку делаю то что получается смотрите у меня v и u это матрицы у которых d столбцов не d столбцов а k столбцов значит у нас вот здесь k мерное k и тут k значит вопрос что можете сказать про ранг x ну точнее не x а вот этого v у транспланированного что можно сказать про ранг вот этого произведения вот этих двух матриц скажите что-нибудь про ранг взяли две матрицы у этих матриц размерности такие как написано что можно сказать про их ранг n так какие еще есть версии значит смотрите я считаю что вот у меня k это величина которая меньше n и k меньше d ну по крайней меньше либо равно значит у матриц u и v количество столбцов k значит у каждой из них ранг не больше k ранг произведения матриц не больше максимума из рангов со множителя значит здесь ранг как минимум как максимум ранг равен k то есть смотрите если бы нам удалось какая идея идея в том что мы каждому пользователю и каждому объекту ставим в соответствии какое-то векторное представление в каком-то не очень большом пространстве и мы хотим сделать так эти представления чтобы наши настоящие оценочки вот оценка x it j она была бы примерно равняется просто скалярному произведению значит у этого новожитого это довольно такая естественная постановка постановка вопроса мы хотим придумать такое вложение наших пользователей и объектов в объект электронное пространство чтобы степень их похожести просто определялась скалярным произведением если нам удается это сделать то мы много чего можем говорить мы например можем пытаться предсказывать такую штуку рассматривать такие вот скалярные произведения то есть фактически наша задачка свелась к некоторой задачке матричной факторизации одна проблема состоит в том что вот в этой матрице x не все значения определены поэтому с одной стороны мы таки да хотим сделать значит матричную факторизацию причем вот ровно ту матричную факторизацию которую мы обсуждали выше которая делалась с помощью свд-разложения а с другой стороны проблема в том что мы целиком вот эту матрицу x не знаем мы знаем только ее по кусочкам но поэтому непосредственно тот алгоритм связанный с свд-разложением в данном случае неприменим а применяются другие алгоритмы ну собственно говоря идея такая что вы можете просто непосредственная оптимизация сделать значит вы можете просто просуммировать по и тому же тому расстояние x и т житая минус у и т в житая в квадрате значит здесь такие и т и житая что x и т и житая определен и вы можете считать что вот это некоторый ваш функционал ошибки и просто минимизировать его по вот этим самым векторам значит по всевозможным у и т и в житую то есть это означает что вот у меня есть вот такая штука пусть у меня зафиксированы вот эти вложения каждому пользователю поставлен соответствие какой-то вектор каждому объекту поставлен соответствие какой-то вектор тогда я могу найти значение вот этого выражения дальше я могу попробовать подогнать у и т и вы житая так чтобы вот эта штука была бы как можно меньше это собственно говоря ровно та же самая задачка вот такого типа задачки. Единственное, что вот в этой сумме фигурируют только те значения, для которых я эту сумму могу вычислить, для которых я вот этот элемент знаю. Ну и дальше, как эту задачку решать? Ну, ее можно решать по-разному, но популярный метод называется ILS. Значит, идея такая. Вот смотрите, давайте посмотрим на вот это выражение. Значит, в принципе, нам нужно его оптимизировать одновременно и по U, и по V. Но, как часто в таких задачах бывает, можно чередовать. Можно зафиксировать U, оптимизировать по V. Если я зафиксирую U и буду оптимизировать по V, то вся вот эта задача, это просто обычная задача регрессии, потому что у меня просто есть какие-то V, я их скалярно умножаю на какие-то фиксированные коэффициенты и хочу, чтобы значение было равно тому, чему нужно. Это просто задача линейной регрессии, метод, который решается, методом на меньший квадрат. Наоборот, могу поменять, могу наоборот, сфиксировать, значит, я, допустим, нашел, значит, сделал оптимизацию, нашел оптимальный V. Потом я V фиксирую, оптимизирую U и так далее. Значит, оптимизировать по очереди уиты при фиксированном V. и наоборот. И оказывается, что этот метод довольно неплохо работает. В частности, он очень хорошо распараллеливается, потому что у вас здесь просто есть куча задач линейной регрессии, которые можно параллельно решать, они друг на друга вообще никак не влияют. и в целом это такой популярный алгоритм, который сейчас используется в задачах, значит, как раз в задачах построения рекомендательных систем. Ну, надо сказать, что непосредственно вот такую штуку может быть, значит, оптимизировать, ну, как обычно в таком случае возникает, народ любит оптимизировать не совсем такой функционал, регуляризованный функционал. То есть можно добавить сюда регуляризацию, например, можно добавить просто лямбда на уитая уитая плюс мё на вжитая вжитая ну, и тут будут суммы, на самом деле, по всем и, а здесь будет сумма по всем же регуляризация. Значит, это регуляризация. Ну, тогда задача превращается из обычного, из обычной линейной регрессии, она превращается просто в рич-регрессию, в l2 регуляризованную регрессию. И, в общем, тоже легко решается. Вот. Ну, вот тут как бы видно, что задачи, связанные с вот таким поиском оптимальных представлений, они оказываются связаны с задачей низкорангового разложения, то есть мы как раз хотим, чтобы наша матрица x, она была низкого ранга, потому что мы хотим, чтобы она представлялась в виде вот такого произведения. И, значит, по крайней мере, если не сам СВД, то, по крайней мере, идея, связанная с этим низкоранговым разложением, здесь естественным образом возникает. Значит, но непосредственно решаются не совсем так. Ну, вот такая история про СВД-разложение. Есть ли какие-нибудь вопросы? Спасибо. Ну, хорошо. Если вопросов нет, тогда спасибо. На сегодня все. Значит, мы устраиваем, наверное, какую-нибудь консультацию поближе к экзамену. Ну, а лекции на этом закончены. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...